В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о подготовке к пожароопасному сезону, о мерах, принимаемых соответствующими структурами, ответственными за безопасность пожароопасного периода, координации их деятельности и прогнозах на весенне-летний период. Гость у нас в студии Дмитрий Лепчиков, министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, давайте начнем сразу с начала. Каковы же причины возникновения ландшафтных пожаров? Ну, как статистика показывает, и наши специалисты это констатируют, основной причиной ландшафтных и других природных пожаров возникает вследствие нарушения требований пожарной безопасности. Ну и имеются факты, быть это человеческого фактора. В прошлом, в 2023 году, вот, например, до лесных пожаров у нас были ландшафтные пожары, а их было где-то порядка 63 ландшафтных пожаров. Все данные от ландшафтных пожаров были по неосторожности все-таки обращения с огнем, и причиной этого было местное население. Ну а какие работы проводятся по защите населения от ландшафтных пожаров? Ну, это комплекс мер, было утверждено и распоряжением правительства республики, был утвержден распоряжением правительства комплекс мер по защите населенных пунктов. Одним из таких мер органы местного самоуправления должны обновить более тысячи километров минерализованных полос и более 60, это 600 километров противопожарных разрывов. Кроме этого, по итогам работы инспекторов топошнадзора, где-то порядка 223 населенных пунктов были отмечены нарушения обязательных требований топожарной безопасности. Это и отсутствие водоисточников, отсутствие подъездных путей к водоисточникам. На сегодняшний день, по оперативным данным, более 140 населенных пунктов уже полностью устранили эти замечания, но порядка более 70 населенных пунктов еще сегодня в стадии устранения этих нарушений. Но главная задача стоит подготовиться к началу пожароопасного сезона и обеспечить высокий уровень готовности. А ваши подведомственные организации принимают участие именно в тушении пожаров? Да, наши подведомственные учреждения это и государственная противопожарная служба и служба спасения в целях усиления сил и средств лесопожарных формирований. Например, у подразделения государственной противопожарной службы в соответствии с поручением главы республики с 2022 года у нас формированы нештатные пожарные службы. Из числа личного состава государственной противопожарной службы и во всех 34 муниципальных районах такие подразделения созданы и они готовы в любое время выйти на защиту населенных пунктов. Кроме этого, в службе спасения был создан аэромобильный, аэромобильный это группировка спасателей специального назначения службы спасения. Это 71 человек, в том числе они и привлекаются для тушения ландшафтных и природных топожаров. У них задача более шире. Данное подразделение привлекается во всех чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. А что касается планирования использовать самолетов-зондировщиков? В этом году планируется ли их использовать? В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на территории этой республики был запущен пилотный проект, эксперимент по усиливанию осадков на территории этой республики. В 2023 году в рамках поручения главы республики было сформировано и оборудовано одно воздушное судно нашей авиакомпании, авиакомпании республики полярных авиалиний. Был оборудован воздушное судно Ан-26 специальным оборудованием и с 2023 года он у нас активно применялся на тушение, на вызывание, искусственное вызывание осадков. Учитывая то, что у нас обширная территория с 2023 года с нами вместе, наши коллеги в рамках заключенного контракта, центральная аэрологическая обсерватория Росгидромета тоже на своем-то воздушном судне работает тоже на нашей территории. И вот в 2023 году благодаря применению двух воздушных судов мы работали над территорией этой республики по искусственному вызыванию осадков. Но цели и задачи этих двух воздушных судов обеспечить увлажнение почвы в пожароопасный сезон в интересах сельского хозяйства, ну а также при повышении класса пожароопасности на территории этой республики. В рамках планирования мероприятий 2024 года также подготовлены государственные контракты, уже заключенные, ну а также подготовлены экипажи, которые будут работать на этих воздушных судах. И данное это мероприятие в 2024 году на территории этой республики эта работа будет продолжена. А что касается использования этим летом судна с водосливным устройством? Это же уже другое, да? Ну да, это ВСУ, водосливные устройства, они применяются на воздушных судах типа МИ-8 или БЕ-200. Такие воздушные суда имеют наши коллеги с МЧС России. При необходимости и в соответствии с решением ТКЧС республики мы можем тоже привлекать дополнительно. Но специфика у БЕ-200 такая о том, что должен воздушное судно набирать воду или из большого озера, или из большой реки. Тоже там есть своя специфика. Но и в этом году мы готовы, и МЧС России это готовы, при необходимости нам предоставить дополнительного воздушного суда. А работа с органами местного самоуправления, с муниципалитетами, как она налажена? Ну, это тесное взаимодействие с органами местного самоуправления, она ведется на постоянной основе. И в рамках подготовки к пожароопасному сезону мы провели и командно-штабные учения практически в каждом районе. По итогам команды штабных учений были даны дополнительные рекомендации, например, по созданию материальных резервов, финансовых резервов, наличии техники, шансовых инструментов. Ну, а также даются, даны еще дополнительные рекомендации по привлечению сил, средств местного звена. Мы активно ведем взаимодействие с органами местного самоуправления. А можно ли сейчас уже обозначить, назвать, озвучить те районы, которые более пожароопасны? Может, там уже какие-то профилактические работы тоже ведутся? Ну, профилактическая работа, она идет практически постоянно. И через средства массовой информации мы доводим информацию о начале пожароопасного сезона. В ближайшее время вот такое решение выйдет, с какой даты, на какой территории будет начать пожароопасный сезон. К сожалению, в момент объявления о начале пожароопасного сезона имеются ограничительные меры. Это и недопущение открытого огня в лесных массивах, на луне природы. Также активно профилактическая работа и информирование с охотниками, с началом весенней охоты. Инспектора и пошнадзоров, работники органов местного самоуправления, отвечающие за данное направление. Ну, и наши инспектораты профилактики, государственные противопожарные службы вместе с работниками администрации проводят эту профилактическую работу. Главное то, что, и пользуясь случаем, я бы хотел сказать о том, что о надлежащем поведении на природе местным населениям не разжигать ни в коем случае и не допускать разжигания открытого огня в период пожароопасного сезона. А насколько хорошо оснащение на местах в муниципалитетах? Кто это курирует? Ну, в рамках, как я сказал, командно-штабных научений мы проверили совместно с главным управлением МЧС по республике Саха-Якутия. Да, это, конечно, у некоторых муниципальных звеньев якутской территориальной подсистемы РСЧС есть шероховатости. Но думаю о том, что эти моменты будут уже ликвидированы и, соответствующе, подготовлены к началу пожароопасного сезона. Это повторюсь. Нам, главой республики Саха-Якутия, Асен Сергеевичем Николаем, поставлена четкая задача о своевременной и высокой готовности к пожароопасному сезону. Спасибо вам большое за информативную беседу. Но я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в новостных эфирах.